Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! С прогнозом погоды на телеканале Магия Кухни с вами я, выпускница Казахстанской медиа-академии Фаина Астахова. В конце передачи я с удовольствием вам расскажу о полезных свойствах чернослива, но сначала о погоде на 29 мая. В городе Актау праздник жизни и уже наступило долгожданное лето. Жители порадуют солнечная и ясная погода. Каспийское море днем будет согревать теплая 23-градусная температура, ночью плюс 17 градусов. В октябре синоптики прогнозируют также солнечную погоду с показателями днем плюс 13 градусов. Порывистый ветер достигнет до средних показателей нормы, а ночью температура будет составлять 7 градусов тепла. Жители города Атырау ожидает ясная погода. Термометры днем покажут 22 градуса тепла, ночью также будет приятное тепло плюс 16 градусов. Город Балхаш ожидает солнечная и весенняя погода. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, а ночью плюс 15 градусов по Цельсию. Однако поднимется порывистый ветер до 17 метров в секунду. А вот в медном же Сказгане 29 мая ожидается пасмурная погода с осадками. Днем плюс 14 градусов, ночью 11 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 18 метров в секунду. И плавно переходим к нашим мужественным шахтерам, ко всем жителям Караганды. Ведь днем их также ожидает дождливая погода. Днем плюс 16 градусов по Цельсию, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность 80%. Максимальные порывы ветра 19 метров в секунду. По народной примете, ненастья в конце мая в виде грозы – это залог удачного сельскохозяйственного сезона. Поэтому жители Кокшетау могут смело ожидать будущего богатого урожая. Ведь синоптики прогнозируют майский дождь с грозой. Днем температура составит 12 градусов тепла, а ночью 2 градуса. Максимальная скорость ветра 15 метров в секунду. Кустанайцев также ожидает переменная облачность, переходящая в дождь с грозой. Термометры днем покажут 10 градусов тепла. Температура ночью будет плюс 4. Максимальные порывы ветра 16 метров в секунду. У козалординцев будет возможность совершить прогулку по набережной прекрасной реки Сырдории. Так как паводков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 15. Максимальные порывы ветра 19 метров в секунду. И переходим к Павлодару. В городе ожидается дождь, но столбики термометров порадуют теплом. Ведь днем температура воздуха прогреется до 18 градусов. И 11 градусов тепла ночью. В Петропавловске ожидается временный дождь. Температура днем составит 9 градусов тепла. Ночью плюс 2. Советуем всем жителям согревать друг друга улыбкой и добротой. А выходя из дома не забудьте вооружиться зонтиками. И до 7 дней дотянулись тучки. Однако температура днем поднимется до 22 градусов тепла. Ожидается дождь с переменной облачностью. А ночью температура составит плюс 12 градусов. В Тимиртау 29 мая есть вероятность промочить ноги. Так как синоптики прогнозируют дождь. Днем плюс 15, а ночью плюс 8 градусов тепла. Максимальные порывы ветра 15 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области, городе Тарас, также ожидается временами дождь. Но уже с ледней и приятной температурой. Днем 25 градусов тепла. Ночью температура понизится до 11 градусов. В древнейшем и загадочном Туркестане синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днем плюс 27 градусов. День обещает быть погожим. А ночью температура воздуха составит плюс 12 градусов. Сила ветра усилится до 16 метров в секунду. Хорошая весенняя погода в городе Уральск. Осадков не ожидается. Но над городом нависнет облачность. Температура воздуха днем плюс 19. Умеренно северо-западный ветер со скоростью 19 метров в секунду. А ночью температура воздуха составит 9 градусов тепла. Добрались и до центра Восточно-Казахстанской области. В городе Усь-Каменогорск 29 мая ожидается потепление до плюс 21 градуса днем. Однако ожидаются осадки. Советуем не грустить подождем и провести это время с близкими людьми. Ночью температура будет плюс 7. Ветер не превысит свои нормы. В южной области нашей страны, городе Шенкент, ожидается ясная и солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 25, а теплая ночь будет плюс 11 градусов. Ветер западный усиленный до 15 метров в секунду. Город Экибастуз по-прежнему находится во власти дождя. Днем плюс 14 градусов. В течение дня ожидается средний порыв и ветра до 17 метров в секунду. Ночью температура составит плюс 10 градусов. А в южной столице, городе Алматы, ожидается проливные майские грозы. Впрочем, алматинцам уже не привыкать. Днем температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла, а ночью плюс 12 градусов. И все-таки эта красотка весна тоже полна сюрпризов. Жители нашей столицы города Астаны могут расслабиться, так как привычный до этого региона ветер сегодня вас не побеспокоит. Однако ожидается небольшая облачность, временами дождь. Температура воздуха постепенно прогреется днем до плюс 10 градусов, а ночью будет 7 градусов тепла. В ближайшие дни ожидается значительное потепление. А теперь, как и обещала, расскажу вам о полезных и волшебных свойствах чернослива. Знаете ли вы, что чернослив обладает поистине лечебными свойствами? Оказывается, этот продукт помогает при онкологических заболеваниях и гипертонии, так как способен понизить артериальное давление. Также сухофрукт способен бороться с бактериями и выступает в роли антисептика. А еще чернослив помогает при заболевании желудка и кишечника. Этот чудо-продукт включает в себя различные микроэлементы и витамины. Содержит в себе калий, кальций, магний, железо, натрий и фосфор. Но и это еще не все. Калия в черносливе в полтора раза больше, чем в тех же бананах. И отвечает он за водно-солевой баланс в организме, что необходимо для правильной работы наших с вами почек. Благодаря такому богатому составу чернослив незаменим при анемии и авитаминозе, что нам как раз и необходимо в эти крайние весенние денечки. Прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Фаина Астахова. Будьте здоровы! Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни», «Метеопрогноз», «Облачная кухня». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!